Всем привет! Сегодня поговорим о сборочке моей Antiques. Очень такая шустрая, живенькая и очень она, скажем так, с большим почтением относится к системным ресурсам компьютеров. Работает даже на стареньких компьютерах, у которых всего лишь 256 мегабайт оперативной памяти. У меня 4 гигабайта, поэтому у меня она вообще как стрела тут летает везде. Понравилась мне. Значит, у сборки есть свои особенности. Значит, основана она на пакетах Debian. Значит, сборка Antiques последней версии 17. Вот с таким вот ядрышком. Значит, у нее очень любопытное менюшка. Вот можно пойти через меню вот здесь, но также можно правой кнопкой мышки кликнуть вот здесь. И из любого точки экрана опять-таки попасть туда, куда вам нужно. Вот у них есть любопытная штучка, называется она контрольный центр. Так вот, в контрольном центре, значит, есть такая вот интересная графа. Называется она поддержка. И создать, значит, снимочек из-за текущего состояния операционной системы. Вот таких вот снимочков, значит, я там пока настраивал, где-то 4 штуки сделал. И у меня, значит, они... Сейчас давайте посмотрим. Ну вот, значит, первый, значит, был 914 мегабайт. С нуля поставленная сборка. Значит, ну и тут я поднакидал программ, которыми люблю работать. И получилось 1,3. В принципе, я считаю, так сказать, весьма скромно и немного. Причём, я бы не сказал, что там она медленно работает. Вот, вы нажимаете на кнопочку создать. И я сохранял абсолютно снимки на другом разделе. Вот смотрите. На абсолютно другом разделе жёсткого диска. Вот для примера. Я сделал папочку, сейчас вот сделаю 0,5. Вот в неё войду. Выбрать. Вот она в пятой папочке будет делать снапшотик. Нажму на Next. Пару вариантов. Значит, сохранение учётных записей для личного резионного копирования. Сброс учётных записей. Дистрибутинг для всех. Значит, нажимаете вот эту. Ну, поскольку я, так сказать, никакие там пароли, ничего такого не вводил. Поэтому, смело могу делать вот таким вот образом. Значит, нажимаем ОК. И пусть программа создаёт себе значит, изообраз контрольный. С какими, значит, сложностями пришлось столкнуться? Значит, далеко не все программы, на которые я хотел, они, значит, у меня попали в меню. Вот, допустим, у меня программа TeamViewer есть, но на планк он ни в какую не захотел устанавливаться. Вот. Что только я не делал. Значит, вот приложение, интернет, вот, TeamViewer, да? Запускаю. Вот я, значит, вижу значок. и сообщение, что прикрепить нету. Вот всё. Значит, ну, пробовал, значит, вот здесь, вот сделал персональных, значит, сделал для нам и для планка. Тоже два значка, которые, значит, запускаются. Почему? Потому что, когда я на виртуальной коробочке проверял образ, у меня, значит, планк не подгружался, но и на виртуалке даже не стартовал вот из этого персонального. Поэтому, значит, тут нужно будет проверять, когда образ запишется на жёсткий диск, будет ли вот отсюда стартовать файловый менеджер номер и планк панелька. Значит, ну, несмотря на свои, как говорится, вот такие вот некоторые там недоработки, следует отметить вот что. Во-первых, значит, ну, это вот сейчас у меня, значит, создаётся образ, да плюс ещё программа для записи с экрана, тут у меня вот такие цифры. А на самом-то деле, значит, 2-3 процента центральный процессор, а часто 0, и там 5-10 процентов оперативка. То есть, очень и очень экономно, значит, Antics использует системные ресурсы. Ну, потому у него многие программы, так и говорится, и хорошо и быстро шевелятся. Установил, значит, на планке, значит, стандартный набор, программу для записи с экрана, затем, значит, видео проигрыватель, редактор звука, и видеоредактор. Ну, и поставил ещё Handbrake, это программа Перекодировщик. Позволяет перекодировать различные видеоформаты, значит, по вашему, как говорится, желанию. Выбор у неё большой. Ну, в общем и целом, значит, мне это дело понравилось. Почему? Ну, вот не ставится систембак, но люди очень добротно и хорошо предусмотрели вот именно создание, так сказать, резервных копий в виде ISO-файлов. Причём, опять-таки, я их вот послойно делаю. Начинал я их делать вот, значит, скажем так, ну, вот, четыре папочки, просто на другом разделе жёсткого диска. Вот, четыре папки, могу сказать, у меня, значит, место заняли 4,8 гигабайта. Со всеми, как говорится, прибамбахами. Значит, почему, значит, я это так делаю, потому что, если даже полностью полетит раздел, на который я установил на себе, значит, Antix, у меня на другом разделе, значит, будет его из-за копии, и я любой программой, значит, на любой операционной системе смогу записать его на флешку, из флешки восстановиться. Ну, а там немножко поднастроить, и думаю, что всё будет нормально. Вот таким вот образом. на удивление шустрая система, поверьте мне, значит, вот, когда закончится создание, значит, из-за образа, посмотрим, как сразу упадёт нагрузка на центральный процессор. Вот, но даже не смотря на это, вот смотрите, оперативка, две мощные программы работают, программа для записи с экрана и создание из-за образа и всё равно на 35%. Вот таким вот образом. Вообще-то, ну, программа очень хороша. У них, значит, там по сети можете поискать, найдёте там форум, вот, здесь он по умолчанию у них стоит на этом форуме. Значит, ну, правда, на английском языке. Хотя, ну, вот тут есть вроде бы как выберите язык, но этот перевод я уже знаю, как он будет звучать. Значит, ну, посмотрите, значит, по крайней мере, на русском языке тоже можно кое-что там почитать. Хотя, конечно, добротный, хороший перевод вряд ли там будет доступен, но, тем не менее, вот таким вот образом. Основным источником программ для Antix, поскольку он построен, в основе его лежит Debian, являются Debian-овские пакеты. Поэтому, естественно, значит, отсюда нужно и плясать. Значит, менеджер пакетов Synaptic, вот он, приложение, так, стандартное, вроде бы здесь это был. Вот, менеджер пакетов Synaptic. Вот мы сейчас его тут вот так вот прикрепим, видите, в отличие от TeamView, он, как говорится, нормально, ну, скажем, ну, устанавливается. Значит, здесь уже заканчивается создание образа. Когда оно закончится, мы уже посмотрим его окончательные размеры. Ну, уже видишь, что вот, уже на центральный процессор нагрузка уже резко упала. поэтому, значит, скажем так, абсолютным новичкам я не могу так уж его порекомендовать. А вот пользователям, которые с Linux уже дело, как говорится, имели, имеют небольшую подготовку. Я думаю, что программа понравится. почему? Ну, просто шустрая. Вот шустренькая, шустренькая и хорошая программка. Вот и весь сказ. Значит, помимо всего прочего, значит, вот опять-таки, вот здесь вот у них там менюшки в контрольном центре, надо очень внимательно там поползать. Ну, выбрать там обои. Ладно. Шрифты можно установить. Настройки. Значит, ну, тут были иконочки у него, значит, RTX-овские. Я поставил свои, они мне как-то более привычные. системы, значит, вот, пожалуйста, доступ к синаптику отсюда, вот синаптик через планк можно доставать. Вот очень любопытный установщик наиболее часто употребляемых программ. Называется Package Installer. И здесь вот смотрите, допустим, Audacity я отметил, раз, броузер я отметил, Google Chrome. Ну, нравится он мне. Ну, что тут сделаешь? Окружение рабочего стола. Здесь я, значит, экспериментировал. До того, экспериментировался, что решил ни одно не ставить. У Antiques своих окружений рабочего стола хватает за глаза и за уши. Из доков поставил только планк. Значит, файловые менеджеры. Ну, тут я поставил через синаптик я поставил Nemo. Мне Nemo нравится. Значит, дальше из графики поставил Blender и Pintu. У меня, скажем так, небольшие запросы. Значит, теперь давайте-ка немножко отвлечемся, посмотрим, какой у нас получился финальный образ созданный нами. Ну, вот, 1,3 гигабайта он все равно так и есть. Ладно. Пошли дальше. Вот язык. Значит, вот здесь посмотрите, очень много разных языков. И вот, в частности, русский язык. вот, можно установить русский язык ядро метапакет, значит, для Firefox, русский Firefox, русские фонты поставить. Тут, значит, опять-таки, для LibreOffice идут все эти вещи. Ну, с антропиодом я не пользуюсь, он мне практически и не нужен. Ну, нажимаете, допустим, вот так вот установить, и пошла, значит, установка, значит, вот этих вот пакетов. Вот, все идет через терминал, сидите и наблюдаете. Ну, пока там оно все это дело идет, можно посмотреть остальные графы. Значит, для любителей медиа-центра сразу коди отмечайте, ставьте, что хорошее для тех, кто любит. Дальше. Владели разные, ну, тут Google, значит, земля, виртуальную коробочку я ставил непосредственно сайта, скачивал последнюю сборочку, дебяновский пакет. Самое, что смештое, что Antix, основанный на дебяновских пакетах, но в нем не был установлен установщик GDB, установщик дебяновских пакетов, поэтому я его через синаптик установил. Ну, сами понимаете, значит, эти кодеки, значит, они не бесплатные, тут уже решаете выставить их или нет. Вот, офис, тут еще остальные тоже варианты предлагаются, ну, практически, я тут ничего себе не брал. У кого там принтеры, тут вот, можете посмотреть, там, имеется какие-то там у них экстра. значит, в скринкастах они засунули символ скринрикодов, не в видео, там, не в медиа, ну, я галочкой его отметил и у меня он поставился. В утилитах, ну, торрент тут стоит, в утилитах, ну, давайте посмотрим, ничего такого, видео, видео я поставил OpenShot, SM Player, SM Tube стоял уже, и, значит, менеджеры окон, ну, уже стоит по умолчанию, а SWM я уже тоже больше ничего ставить не стал. Так что, вот, очень такая, полезительная штучка, хорошая, поэтому, значит, я вам могу ее порекомендовать. Тут, в принципе, поставлены самые-самые такие вот популярные программы, которые пользуются спросом у пользователей, поэтому, ну, покопайтесь, ну, найдете себе там уж, я полагаю, что вам там понравится. Вот. А вот тут дальше спрашивают, хотите продолжить? Ну, Лентер, хотим продолжить. Пусть уж полностью сделает поддержку, приговорится для русского языка, ну, для, за исключением почтовика, но я не пользуюсь почтовиками, я все смотрю на сайтах. Вот. Вот у меня имеется два браузера, Mozilla и Google Chrome, и, в принципе, мне этого хватает. Cherry3, ну, файлик, откуда скачать, знаете, с моего сайта, с главной страницы, там есть ссылочка, всегда можно скачать последний файлик Cherry3, вишенки. Вот таким вот образом. Значит, давайте-ка еще глянем, какая-то идет установка. Да, выйдем из пакета. Значит, поэтому, значит, вот эта вот функция, ну, скажем так, своего рода ассистент баг, который хорошие ISO-файлики делает, очень в таком в хорошем сжатом формате. Имеется восстановление загрузчика еще, редактор меню, есть просто резервное копирование системы, это уже смоет, говорится, хлам из домашней папки можете копировать и раскидывать по разным разделам жесткого диска или на внешний жесткий диск. Ну, любопытная штучка. Самое основное, значит, я рассказал, значит, по умолчанию файловым менеджером у них является вот, вот этот дружочек. Я уж не помню там, как он называется, там, на букву Ры, по-моему, ну-ка, а, Рокс, Рокс, Филер, файловый менеджер. ну, ну, тоже неплохой, но к нему нужно привыкнуть, ну, мне нравится больше файловый менеджер в найме. Ну, что я могу сделать? Удобный, хороший файловый менеджер. Значит, на флешку можно, значит, образ записать, образ создать можно, можно даже создать образ целого раздела жесткого диска. Все, значит, это присутствует. То есть, с такой, вот, с таким чанием люди отнеслись к вопросам безопасности, что, ну, просто, как говорится, душа радуется. Ну, вот, смотрите, закончилась, значит, у меня вся эта, вот, работа по установке, там, по закачке и так далее. И все равно, вот, 22 процента. Причем, отнимите от них 15 процентов на программу для записи с экрана, ну, и получите, там, 6 процентов и все. и от 30, там, отнимите 9 процентов, тоже, программа для записи с экрана. Вот, таким вот образом, очень даже, скажем, нормальная такая, получается, штука. Как будут себя вести, вот, покажу. Значит, вот, сейчас последнюю возьмем сборочку, последний изообраз. Вот, откроем его. Окей. Запустим. Вот здесь такая-то менюшечка будет. Значит, один из пользователей мне прислал, значит, информацию, что, когда вот это все дело создается, то имя пользователя там, как бы вам сказать, демо, и пароль демо. Вот, таким вот образом. Значит, опять-таки, вот, посмотрите, здесь, допустим, присутствует, скажем так, коночки оригинальные. Вот, если я сейчас пойду сюда, так, десктоп, вот, конки о, десктоп, конки он, все будет то же самое. Но, если я сейчас выключу машину, зайду вот сюда, зайду в снапшот, поднимусь наверх. Вот, предыдущий образ откроем, посмотрим, что тут будет. У меня тут, по-моему, были небольшие чудеса такие. Ну, давайте. Причем, видите, я даже паузу не делаю, ничего, не прерываюсь. Вот, как идет загрузка, так и идет. А здесь вот стоят мои иконочки. Ну, вот, что там такое произошло? Почему? Значит, я не знаю. Ну, скорее всего, вот, я вот этот вот образ сохраню со своими иконочками, потому что они мне нравятся. Вот, значит, здесь так-таки режим масштабирования экрана. Пожалуйста, переключить. Вот, можем уже, как говорится, тут его и растянуть, там побольше, посмотреть и так далее. ну, видно, видно, что вот иконочки стоят мои. Значит, то есть, естественно, значит, ну, создатели, скажем так, еще обкатывают эту систему, ну, даже то, что вот они уже сделали, хочется пожелать, значит, этой команде и этим людям, ну, абсолютно всяческих успехов, потому что, значит, задумка у них хорошая. Если будете делать, настраивать, когда сами будете, вот эти вот копии, то тогда, значит, что-то где-то там запороли, на флешку записали, восстановились и пошли дальше. Значит, ну, запомните, значит, я постараюсь сделать, имя пользователя здесь будет юзер, а пароль две единицы. Никак не давало по единице сделать, не меньше двух должно было быть в пароле. Сдел по единице, две единицы. Значит, если не будет принимать имя пользователя и пароль вот такие, то в двух графах тогда там пропишите демо и демо. Вот. Или так, или так, но это дело у вас должно подхватиться и должно заработать. Вот таким образом. Ну, ладно, значит, на этом я заканчиваю краткое, значит, обозрение свое. Ну, поставлю файлик на закачку. Я думаю, что к моменту опубликования ролика, значит, из-за образа у меня на кроке вы вкладовочке найдете. Можете скачать готовую сборочку и, значит, ознакомиться с ней. Мне вот лично, мне не часто программа нравится, но вот это вот понравилось. То есть, и на старых она будет в компьютерах работать, ну, а на новых там вообще как ракета будет летать. Хорошая сборочка. со стабильностью, значит, здесь бывает, что иногда там вылеты у них. А, вот еще самое главное-то. Значит, записали образ на флешку, значит, с флешки стартовали и пару раз я там просто, как говорится, для себя там даже переругался. Значит, вот у них там по плачанию они ставят VACD Network Manager и вот этот. Я вначале запускал его, сеть видит, подключиться не может. Запускаю VPA GUI, затем, значит, вот этот пару раз у меня цеплялся, интернет появлялся. А потом, значит, плюнул на все. Вот, сени, сени. Вот, смотрите. Если у вас проводное, интернет, ETH0, если, значит, беспроводной, вот тут и написано беспроводной. Нажали Enter, там, где попросит пароль, заведете пароль, нажмете Enter, он там посканирует все, а потом сам сообщит, что нажмите Enter, и будет вам, как говорится, счастье. Очень простой, через терминал, как говорится, все это дело делается, но сеть устанавливает хорошо. Так что, вот, тоже могу вам, скажем так, и порекомендовать. Ну, ладно, значит, основной экскурс я, значит, на программе, значит, вам сделал. Рекомендую, значит, с нее ознакомиться. опять повторяюсь, это все-таки уже для пользователей, ну, которые какой-то опыт имеют, имеют. Но, если вы все время сидели на винде, да, скачали себе от образа и начинаете тут заниматься, ну, не все у вас будет получаться. Ну, можно подготовку иметь. Можете скачать, конечно, в ознакомительных целях, там, посмотреть, там, как что работает, как что шевелится, вот, ну, в основном и целом, моя, значит, оценка, вот, Antics, действительно, хорошую сделали операционку, ребята, просто хорошую. Ну, ладно, всего доброго и до новых встреч.